Массаж Здравствуйте дорогие слушатели Да я полностью с вами согласна Наталья Сергеевна Ну вообще давайте Для начала ответим на такой банальный вопрос Но тем не менее с чего начинается Первый визит к массажисту Сначала начинается Ну когда пришел клиент Начинается прием с опроса Со сбора анамнеза Спрашивают значит Аллергии Какие есть у человека Какие имеются жалобы Какие хронические заболевания Потом проводится осмотр И только после этого Предлагаем Лечь на кушетку Определяете что нужно А вот вы говорите аллергии А при чем массаж воздействия на кожу человека Аллергия с чем Может аллергические высыпания Или аллергия допустим На профессиональные масла Которые используют массажист Профессиональных маслах Давайте поговорим чуть-чуть позже Теперь такой еще один общий вопрос Перед музыкальной паузой Подготовим слушателей о том Что сегодня будет очень интересная тема Забегу вперед Хочу сегодня сказать Уважаемые женщины Сегодня мы узнаем Можно ли избавиться от целлюлита Исключительно с помощью массажа И вообще действенно ли это процедура Мы узнаем что такое Лимфодренажный Спортивный Расслабляющий И общий массаж Расскажет еще раз напомню Профессиональный массажист Член российской лиги Массажиста Наталья Сергеевна Медведева Наталья Сергеевна Еще ответьте С какого возраста Необходимо прибегать К лечебному массажу И вообще необходимо ли Можно делать массаж Уже с грудничкового возраста Если это специалист Специализируется по детскому массажу Взрослые специалисты Делают с 18 лет Если можно и в 16 лет Прийти на массаж Только согласие родителей Они должны прийти И подписать согласие У массажиста Даже подписать У судебный Да, да, да Нет, подписать с родителями Они должны сказать Какие проблемы у ребенка Почему массаж Но это вот можно с 18 А с какого возраста Все-таки необходимо Или рекомендуете вот вы Ну я рекомендую С 25-летнего возраста Уже для профилактики приходить Для профилактики заболеваний А какие заболевания Для каких профилактиков Ну, хондрозные проявления Ага, хостяхондрозные, да? Да Головные боли бывают Тут нагрузка большая Во время школы Когда уже колледжи Все время в нагрузке Сейчас компьютер Современное Какое общество И все дает Уже осложнение Уже 25-летнего Вот, кстати, по поводу Компьютера Мы обязательно сегодня поговорим Потому что сейчас Компьютер И постоянное Приближение глаз К гаджетам Оно вызывает Сколевоз Неправильную осанку А мы о том поговорим Возможно ли При помощи массажа Избавиться от этого заболевания Так скажем Которого сейчас Очень много На нашей планете В связи с гаджетами А вот вы говорите Избавиться от головных болей Что при помощи массажа Можно избавиться от головных болей? Да, конечно Можно избавиться Делать общий массаж Вот Это очень интересный вопрос Скажите, пожалуйста Насколько часто Проходят головные боли При помощи Какого-то массажа Вот на вашей практике В смысле как? Ну вот я не знаю Вот что бывает Человек приходит У меня просто болит голова Вы можете не помочь? Ну, смотря как она болит Если это головные боли Связанные с опухолями То массаж Категорически делать нельзя Если это болит затылок Например То это тонус паравертебральных мышц Которые Снимают массаж Или, допустим Чувство скованности голову Все сковывает Это от стрессового состояния А, значит затылок сковывает мышцы? Да, тонус мышц Стресс бывает А вот у меня зачастую болит глаз Либо левый, либо правый Ну, прям вот боль в глазу Ну, головная боль Ну, это тоже, да Может быть тонус правый Паравертебральный Или слевый Какой глаз болит? Синхронно То бишь от головных болей Можно избавиться при помощи массажа Вот такого я никогда не знал Замечательно Уважаемые слушатели Я уверен, что Наталья Сергеевна Медведевна Сегодня еще очень много расскажет Вообще, для чего нужен массаж Оказывается, это очень нужная вещь Оставайтесь с нами Прямо эфире Живая тема Вопросы можете задавать нам В наш короткий рейд Номер 5522 А также в группу Радио ФМ На данном от Югургани В соцсети Одноклассники В нашей группе Всем хорошего дня Прямо эфире Живая тема И сегодня мы говорим Буквально через 3,5 минуты Одиночество Каменная леди Ледяная сказка Вместо сердца камень Вместо чувства маска И что? Больно все равно Одинокрошкой Больным пикинг зверем Никогда не плачет Никому не верит И что? Больно все равно Одиночество Слова Одиночество Одиночество Скука Одиночество Я не чувствую сердца Я не чувствую руку Я сама загрешила Одиночество Дышит на мне подруга Одиночество Лучшим я согрешила Одиночество Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 что бессильно, операцию делать рано, боль мы вам, так скажем, очаг купировали, как вы это правильно говорите, и пойдите, пожалуйста, походите на массаж или на какие-то физиопроцедуры. Ну, физиопроцедура, это понятно, вот именно на массаж. Советуют ли иногда врачи? Безусловно, он должен посоветовать, подойти комплексно к решению проблемы и назначить и массаж, и физиопроцедуры, и лечебную. Вообще, на ваш взгляд, массаж – это не народная медицина? Нет, конечно же, нет. Это лечебная. А у вас есть медицинское образование? Да, конечно, есть. Понятно. Так, скажите, пожалуйста, ну вот мы поговорили о дискомфорте, а вот бывает такое, что человек испытывает чувство лёгкой эйфории, и, как говорят в народе, просто кайф. И что вот благодарные клиенты вам говорят после процедур общего массажа? Ну, конечно, улучшается настроение за счёт притока крови, чувствует, да. Вот кроме притока крови, что ещё, к чему ещё помогает массаж? Ну, вот не лечебный, а просто обычный, вот, как говорите, классический заставляющий. Ну, смотри, общий массаж затрагивает, это массаж верхних конечностей, массаж нижних конечностей, массаж спины и живота. То есть от макушки до пяток. Верхние конечные, я так понимаю, это руки, да? Ну, да. И массаж, можно так сказать, от макушки до пяток. И вас промассажировали, естественно, сразу расслабился весь организм, целиком, можно так сказать. А вообще, почему вот не расслаблены вот наши мышцы, почему они сжаты, вот, почему они как камень зачастую? Приходишь к массажисту, он говорит, у тебя вообще мышцы каменные, и вот вы начинаете их мять, мять, конечно же, человеку больно, и, возможно, дискомфорт. Мышцы сопротивляются. Почему так происходит вообще состояние человека? Ну, забиваются в процессе жизни. Где-то вы спортом не дозанимались. Забили и бросили спорт. Уже нагрузки то и нет, вот молочная кислота в мышцах осталась, ее посредством массажа выводят, она забивает мышцы. То есть массаж что делает? Делает приток крови и отток лимфы. С лимфой выводятся вот все продукты распада. Вот это молочная, в мышцах конкретно молочная кислота. Выводятся и они расслабляются. Ну и последний вопрос перед музыкальной паузой. Скажите, пожалуйста, вообще такой банальный вопрос, но тем не менее, как понять хорошо или правильно ли делать не массаж? Ну вот понятно, что когда ты идешь по профессиональному массажисту, ты уже видишь его лицензию, тем более у вас есть какие-то специальные противопоказания, вы даже там, у вас есть лист подписи для клиентов. А вот, например, знаете, ну вот все ездят на Черное море, ну кто не ездил, на каждом пляже есть такой товарищ, как массажист. И вот ты приходишь для него для классического, я уже боюсь говорить слово, расслабляющий массаж после того, как мы поговорили о том, что многие одинокие мужчины звонят вам. Насколько вот понятно, хорошо ли те делают массаж или нет? Можно ли это как вот так с полуприкосновения определить? Как ответить вам на этот вопрос? Ну вот три составляющих главных для хорошего специалиста. Это дезинфекция рабочих поверхностей, руки всегда должны быть чистые у массажиста, должно быть, естественно, образование и опрос. Но если этого не делают, тогда я считаю, это плохой специалист. Не, ну это понятно, специалист. А есть, знаете, вот люди, как говорят, массажист от бога, у него нет ни образования, ничего, он там с детства научился, вот как-то он чувствует этими руками все мышцы, говорит о том, что тебе надо сделать. А вот кто-то, специалист, у него есть лицензия, все хорошо, он в лечебном учреждении принимает. Но тем не менее люди недовольны. Он не уходит в боли, он плохо массирует там и все остальное. Вот как, вот можно так разграничить? Или не будем ваших коллег обижать? Вы считаете себя хорошим массажистом? Да, я считаю хорошим. Ну тогда вот скажите, пожалуйста, как вы достигли такого ранга, или вообще что нужно было для того, чтобы стать членом российской лиги массажистов? Ну, я учусь сейчас в Центре развития и подготовки массажистов. И там, когда отучился, прошел, достиг определенной категории, становишься членом российской лиги. Понятно. Но мы, так скажем, вводную часть завершили. Уважаемые слушатели, сейчас будет музыкальная пауза, а потом мы все-таки поговорим о более серьезных вещах, таких как антицеллюлитный массаж, лимфодренажный. Можно ли при помощи массажа вылечить такие заболевания, как сколиоз, исправить осанку? Оставайтесь с нами, прямо в эфире «Живая тема». Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дальше 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 Вы помогаете выплескивать Вы нарушаете слой Подкожного жира Чтобы оно быстрее уходило в кровь Как при помощи массажа это происходит Почему он образуется Нарушается обмен между накоплением И расщеплением жиров Нарушился обмен Мы с процессом массажа Удаляем застой Помогаем Очищаем клетки Они начинают активнее обновляться За счет чего красивая Структурная кожа становится То бишь обновляется верхний слой эпидермиса При помощи массажа Отток крови лучше проходит И за счет этого Лучше сжигаются те самые жиры Энергия которая перерастает В ужасных случаях в целлюлит Поехали дальше Скажите пожалуйста Можно ли избавиться от целлюлита Исключительно с помощью массажа Вы уже ответили что практически нет Но тем не менее люди приходят Вы можете посоветовать людям кроме массажа Что еще делать Вы выписываете еще какие-то вопросы Что диету и все остальное Советуйте людям обращаться к диетологам Да надо понимать что если лишних допустим 2-5 килограмм То с помощью массажа можно Нужно Полностью Да Полностью И даже потом Человек может сидеть на диетах Оно не вернется Я как сказала Если больше 20 килограмм лишнего веса Который человек хочет Чтобы они ушли То здесь с помощью Ни один специалист в общем Их не выведет Без диеты Без нагрузок Необходимо да Давать рекомендации Ну конечно вопрос у слушателей банальный Но тем не менее Как долго держится эффект От того самого Массажа От дециллита Ну если например 3-4 килограмма Было лишнего веса Мы избавились От дециллита Как долго держится эффект Ну тут он не вернется Если женщина будет За своей кожей ухаживать Правильный будет подход Счищать Она будет красивой Все Лишнее не вернется Если это больше 20 И она Ну вот Когда мы делали программу По коррекции фигуры Она соблюдала диету Были физнагрузки Потом прошло допустим Курс 10 сеансов И она опять начала Накушивать И ну все вернулось Вы вот говорите Что для того Чтобы Соблюдать Свою фигуру стройной Чтобы не возвращалась Для этого просто нужно Применять Ну какие-то Диеты Счищать верхний слой Эпидермиса И все такое А что Спортильных нагрузок Никаких нету Вот много сейчас Вот в соцсетях все-таки Говорят о том Что нужно держать планку Какие-то там процедуры Делать на пресс Там на ноги Приседать И все остальное Спортильных нагрузок Не нужно делать человеку Ну конечно безусловно Нужно всем Не только у кого проблемы Каждому Для поддержания здоровья А вот теперь такой миф Знаете Как бы там ни было Я тоже Касался как-то Лечебного массажа Это очень болезненная процедура Мне его делали в Таганроге Мужчина был Килограмм 120 Полностью мышечная масса Он делал это так больно Просто что ужас Я просил родителей Чтобы меня не водили Но тем не менее Спасибо ему И вот все-таки У него настолько сильные руки Вы вот хрупкая девушка Сидите передо мной Как вы можете делать Вот такие вот силовые упражнения Или это миф Не нужна сила для массажа Да, все же это миф Как таковой Сильной физической нагрузки Не нужно делать При исполнении массажа Главное Знать хорошо Анатомию И механизмы Что приведет Тот или иное массажное действие Какие потом пойдут процессы Что вам надо То есть Индивидуально Ну давайте Перед тем Как поговорим Что такое Лимфодренажный массаж Расскажите пожалуйста Как происходит Обучение массажу У вас специальные манекены На которых вы тренируетесь Антицеллюлитному массажу Или там лечебному Или Не знаю Как это происходит Просто на бумажке Наверное невозможно научиться По-любому Руки должны уметь Ну да Конечно Безусловно Когда учатся Специалисты по массажу Они практику проходят Друг на друга Чтобы понять Да Что потом Впоследствии Я буду делать Своему клиенту Какие он будет Ощущения у него Все через меня Проходит Чтобы я тоже это знала А скажите пожалуйста Любой человек Может выучиться на массажиста Или это должно быть Дано ему Ну я думаю Если Да Скорее всего Должно быть Должно быть Желание Вообще Это постоянный поток Разных людей Я думаю да Я понял В общем Как и в любом виде спорта Как и в любой науке Если есть Особое Очень сильное желание Научиться Можно Теперь давайте поговорим О таком виде массажа Как лимфодренажный Вообще Это Больше Знаете Не напоминает Какое-то капельное Орушение Лимфодренажное Расскажите пожалуйста Мне и слушателям Что же это такое Так Лимфодренаж Это массаж Который Работает С лимфатическими Сосудами Узлами Кровеносными Сосудами Для лимфодренажного Массажа Ну вообще Специалисты по массажу Интересуют Две жидкости Это кровь и лимфа Значит кровь Клеткам Приносит питательные вещества И кислород А лимфа То есть Клетки напитались И у них вышли продукты распада Часть этих продуктов Выводится По венозному руслу А часть Остается На лимфу Она выводит Значит Что стимулирует Кровь двигаться Это насос Да Который мы знаем Как сердце Это мышечные сокращения Кровь двигается По сосудам А что заставляет Двигаться лимфу Лимфу Заставляет двигаться Та же кровь И сокращение Мышечное сокращение Если сравнить Эти скорости То кровь движется Примерно 40-50 сантиметров В секунду А лимфа Это 0,4 секунды И с возрастом Ее скорость То есть гораздо медленнее Да Очень медленно И с возрастом Ее движение Постепенно уменьшается А если взять в расчет Малоподвижный образ жизни То есть Зависит от движения Да Человек Большую часть Время сидит У него есть Пагубные какие-то привычки Нарушен питьевой режим Все это Или допустим С возрастом Тоже Значит Кровь Лимфа Движется все медленнее Медленнее И здесь нам необходим Конечно Лимфодренажный массаж Просто показан А скажите пожалуйста Вообще Для чего Лимфе двигаться Ну понятно Кровь Она переносит Всякие питательные вещества И все остальное А для чего Лимфе вообще двигаться Ну она Значит Кровь напитала клетки Клетки выделили Продукты распада И лимфа Выводит эти продукты Распада Эти токсины Шлаки Если она двигается Медленно У нее есть Застой В лимфе То есть Вот этот застой Где-то стоит В виде отечности Видно Часто это отек Ног Отек лица Бывает Бывает Уже у специалистов Видят там Спина Или руки Отекшие Вот у женщин Часто Руки Вот вы говорите Кстати Отек И питьевой режим У меня сразу два вопроса Родилось Первое Что такое питьевой режим Вот вы сказали Если нарушен у человека Если у человека Малоподвизный образ жизни Нарушен питьевой режим Что такое питьевой режим Ну то есть Это надо пить Где не менее Двух литров воды В чистом виде Боже мой А как я часто В последнее время Слышу эту фразу Почему 15 лет назад Об этом никто не говорил Ну как бы это Не было столь доступно Сейчас все говорят Об этом То есть вы считаете Тоже что нужно Пить не менее Двух литров воды Точнее воды именно Ну потому что лимфа В основном содержит Это вода Организмы Это вода Поэтому 2 литра воды А вот расскажите пожалуйста Чем отличается чай А вот от воды Я вот недавно спорил С одним близким мне человеком Что какая разница Чай тоже вода Просто заваренная Ну не знаю там Опилки Грубо говоря Ну это уже считается Питание чая Они содержат калории Там в чай Какой сейчас чай Начнем с Я крашеные опилки Ну да Крашеные опилки Вот это вы пьете Больше загрязняете лимфа Все я понял Значит пить нужно обязательно воду И теперь такое Вот по поводу отечности Вот многие женщины Действительно говорят Что не могу пить на ночь Много воды Потому что Отекает лицо Там и руки Почему это происходит вообще Потому что Застой в лимфе И все Она медленно двигается Не выводится И это надо Это помогает Очень хорошо То бишь вы считаете Что как раз таки От отечности Если сделать Лимфодренажные массажи Там Проделать курс То вот эти отечности Возможно пропадут Невозможно Они сразу проходят Вот да И это настолько Стоит отметить Сильный массаж Который делают Один раз в неделю И он очень медленный Медленный Медленно она очищается И в течение недели Еще идет эффект очищения Может быть Такие Как повышение температуры Частая мочеиспускание Последствия после массажа А вот вы говорите Очень сильный массаж Что это значит Сильный массаж Ну сильный В плане Нагрузки на организм А нагрузки на организм Думаю вы просто Сильная физическая водительница Нет Он делается Очень плавно Медленно Медленно Специалист по массажу Должен не только Убрать застой В лимфе Где-то в конкретном месте А также дать Все лимфе ход Ну да Плавно подготовить Организм к этому ходу Да Чтобы она очищалась Двигалась Ну вообще Насколько сейчас Модна процедура Лимфодренажного массажа Вот люди Они уже знают Или пока еще нет Ну вот в нашем В Ростовской области Это не модно Во всем мире Это очень Очень популярный массаж Который включают Во все программы По коррекции фигуры В детокс программы Программы По снижению веса Назначают пройти Сначала Лимфодренажный массаж Понятно Хорошо Лимфодренажный массаж Очень моден В нынешнее время Вы говорите Ну действительно То что вы рассказали Это действительно Очень интересно Ну а теперь поговорим О том Что по старинке Нам знакомо Осанка сколиоз Тем более в мир гаджетов Дети сидят за компьютером Дети все время Наклоняются в телефоны Скажите пожалуйста Можно ли решить Эту проблему При помощи массажа Да Но здесь Надо иметь ввиду Что необходимо работать Совместно В тандеме С мануальным терапевтом Сначала Мануальный терапевт Правляет позвонки Ну это здесь Если нарушена осанка Сколиоз В первой степени Все это он ставит на место А потом Массажист Своими движениями Тонизирует мышцы Чтобы они держали Они сильно слабые Не держат Позвоночник Так Скажите пожалуйста Вот такой вопрос у меня Вот у нас Мы только что поговорили Об обычном массаже Лимфодренажном Антицеллюлитном В чем собственно говоря Разница Ну вот как вы Как профессионал Расскажите И подтекст Для чего он нужен Как происходит процесс Обмена в организме Мы уже в принципе поняли Лимфодренажный массаж Нужен для того Чтобы прогонялась лимфа Которая Выводит как раз таки То что Период распада Или как вы правильно сказали Застой Застой все Да Которые с возрастом У нас все больше и больше Создается Это необходимая процедура Антицеллюлитный Ну тут понятно Все знают Немногие знают Что цельмит называется Липодистрофия А вот Обычный Классический массаж Вот массаж Для того чтобы избавиться Правильную осанку Для того чтобы мышцы Спины укрепились Например Лучше держали В чем разница Для человека Который смотрит Ну вот двигайте В этом руками И двигайте по телу Чем они все различаются Ну различаются С областью работы Лимфодренаж Работает только Исключительно С лимфососудами И С лимфососудами Узлами Кровеносными сосудами Антицеллюлитный Понятно Это области Локальных отложений Жировых отложений А классический массаж Работает С мышцами В основном А то бишь Лимфодренажный массаж Это лимфоузлы Которые у нас есть На шее Там где-то На еще Вы прямо На эти точки давите? Нет Не давят А подводят Плавно лимфу К ней Выдавливают Лимфососуды В узлы Интересно Уважаемые слушатели Мы придемся На маленькую музыкальную паузу Вставайте с нами Прямо в эфире Живая тема На радио На дно Матвей Курганев У нас в гостях Наталья Сергеевна Медведева Специалист по массажу Вселенной Российской Лиги Массажистов Вот это то, что я запинаюсь Я знаю, я не тот Кого ты видела Но на щеке блестит моя Слеза Красивый небосвод Все небо синее Два самолетом Не лететь назад И будет светло И будет тепло Пусть даже снегом Всех замело Ярче любви Ярче играй Давай, давай Наши огни Ярко горят Пусть что хотят Про нас говорят Ярче любви Ярче играй Давай, давай Не говори, гори Не понимай, внимай Жизнь коротка Спеши, добро творить Не стоит городить Мне нужные слова Мы оба любим Значит Будем жить Будет светло И будет тепло Пусть даже снегом Всех замело Ярче любви Ярче играй Давай, давай Наши огни Ярко горят Пусть что хотят Про нас говорят Ярче любви Ярче играй Давай, давай ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА Я знаю, я не тот ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА Кого ты видела Мы все же любим Значит Будем Будем жить Будет светло И будет тепло Пусть даже снегом Всех замело Ярче любви Ярче играй Давай, давай Наши огни Ярко горят Пусть что хотят Про нас говорят Ярче любви Ярче играй Давай, давай Давай, давай Давай, давай Наши огни Ярко горят Пусть что хотят Про нас говорят Ярче любви Ярче играй Давай, давай Давай, давай Давай, давай Ярче гори Ярче играй Вот Напомню, что у нас В гостях Наталья Сергеевна Медведева Специалист по массажу Член Российской Лиги Массажистов Вот еще сказали Точнее Бублик нам пропел Что ярче гори Ярче играй Сколько самых разных массажей Все-таки существует Расслабляющий спортивный Лимфодренажный Целлюлитный Общий А тут мы заговорили Еще об огненном массаже Что это такое Вкратце Можете нам вообще рассказать Да, это сначала Значит, лимфодренажными техниками Подготавливают Делают он на разных частях тела В основном на спине Сначала подготавливают Потом ложат такие влажные полотенца Сверху спирт Поджигают И вот это вот дело горит на спине Оно очень большой прилив крови делает И сразу хондрозные С одного сеанса проходят хондрозные Почему большой прилив крови к огню? Мне кажется, наоборот Организм должен защищаться А, ну тушит, наверное, да? Да, оно разогревает сильно спину И за счет этого прилив крови Если у кого-то повышенная проблема с давлением Не рекомендуется делать Потому что это вообще А вот вообще по поводу этого не рекомендуется Давайте вообще поговорим о противопоказаниях Есть ли противопоказания к массажу? Да, есть разный блок К каждому массажу свой блок противопоказаний То есть если один вид массажа нельзя делать при таком-то заболевании Другой вид массажа можно Есть блок абсолютных противопоказаний Вообще никак нельзя Допустим, онкозаболевание Вообще нельзя делать массаж Пока человек не вылечится Не купирует И онколог, если видит необходимость Бывают также Назначают лимфодренажный массаж Чистят лимфу При онкозаболеваниях Есть местные То есть конкретно Допустим, варикозное расширение вен на ногах Нельзя трогать Это место Да, зон Есть временные То есть, допустим, человек заболел Повышенная температура Выздоровел Все, пожалуйста Можно прийти на массаж Но всегда перед тем, как посетить массаж Необходимо ознакомиться с противопоказаниями А где узнать об этих противопоказаниях? В интернете найти их или как? Вот вы говорите Ну, вам и специалист может сказать Ну да Я могу прийти к массажисту К вам я прихожу И вы мне сразу говорите О каких-то противопоказаниях Да, конечно Безусловно Ну вот давайте еще несколько примеров Приведем Скажите, пожалуйста Если человек приходит с стеохондрозом Отложением солей Например, там не знаю В правой лопатке Вот есть ли какие-то противопоказания? Ну, тут показания делать Общий массаж Просто показания Да, нужно и лимфодренаж Антицеллюлитный не стоит, конечно Это все Лечебные техники Лечебные техники Так, значит Все же мы Давайте чуточку подведем итоги Как говорится Классический расслабляющий массаж Он полезен всем И его просто необходимо Иногда делать для того Чтобы мышцы наши расслабились Так или нет? Конечно, да Безусловно Необходимо всем делать Для профилактики Общий массаж Это пассивная гимнастика Для организма Не хочешь заниматься спортом Ходить к массажисту, да? Скажите, пожалуйста Насколько часто нужно приходить И сколько сеансов нужно Просто для того, чтобы Ну, не важно Я вот достаточно активный молодой человек Для профилактики Сколько раз мне нужно Показываться к специалисту Массажисту? Вы можете для профилактики Пройти курс Один курс Два раза в год Допустим Можете раз в неделю приходить Поддерживать организм Индивидуальные тренировки Индивидуальные все Хорошо Значит, а по поводу Лимфодренажного массажа Вы вот Каким образом Видите эффект? Ну, мы сказали Что отечность Спадает Однозначно Видите эффект Еще что-то После лимфодренажного массажа Какие еще Эффекты На лицо? Ну Качество кожи Это вообще в народе Считается Молодость Лимфодренаж Он убирает морщины Кожа прекрасная становится Что лимфодренаж Если мы За счет лимфы Можно убрать морщины Даже на коже? Это лифтинг Эффект Дает Массаж Лифтинг Эффект Не массируя лицо А, или это вообще Ну, есть массаж Лимфодренажные лица Который убирает Отеки Под глазами Синяки под глазами Птоз, допустим Провисшая Вот тут вот Жевательная мышца Значит, как Да Ну вот Знаете Многие все-таки считают Что это миф Фейк и все остальное Скажите сейчас нам честно В студии прямого эфира Это действительно так Как вы говорите Что действительно Это все помогает Да, действительно так Уважаемые слушатели В гостях у меня Наталья Сергеевна Медведева Человек Который является членом Российской риги массажистов Который уверен Что лимфодренажный массаж Действительно помогает Это здорово Я вот реально Вам верю Хочется попробовать Вот для меня Есть какие-то противопоказания К лимфодренажному массажу Ну, надо с вами Ознакомиться Со списком Противопоказаний Массаж Да, тогда давайте Уже после эфира Это сделаем А вот теперь Такой момент Зачитал, что Женщинам рекомендуется Вообще хотя бы раз в неделю Ходить на массаж Для поддержания тела В тонусе И развития Собственной женственности И чувственности Так ли это? Я бы больше сказала Не только женщинам Но и мужчинам И подросткам Всем Всем людям С 25 лет Скажите, пожалуйста А можно ли с помощью массажа Корректировать эмоциональное состояние человека Влиять, например На его психологическое здоровье Да Массаж Конечно же Безусловно Влиять Общий массаж Допустим Возьмем Он Все манипуляции Массажиста Раздражают нервную систему За счет чего Организм расслабляется Улучшается настроение Психоэмоциональное состояние Человека Общий массаж Это от макушки до пяток Как вы говорите Да Сколько длится процедура Макушечная-пяточная Ну в среднем Полтора часа Полтора часа Я понял Скажите, пожалуйста Вообще Вот массаж Это дорогое удовольствие Давайте не будем называть цены Но если хотите Если хотите Можете назвать Вообще Это дорогое удовольствие Или нет Я считаю Доступное Очень доступное То есть Это дорогое Но доступное удовольствие Которое нужно Как Всем В общем Нужно Еще такой момент Скажите, пожалуйста Вот Насколько часто Вы еще достаточно молода Есть к чему стремиться Есть ли какие-то категории Есть ли какие-то повышающие курсы Есть ли какие-то лицензии Вот Что нужно Вообще Есть Какой-то верх Массажной карьеры Карьеры массажиста Или нет Да Конечно же Есть Есть всегда К чему стремиться Есть постоянные Повышающие курсы Для массажистов Можно обучиться Разным Техникам Массажа Если человек Обучился И обучает То это уже Высшая категория Есть своя школа Есть своя авторская Запатентованная Методика Есть к чему расти А вот по поводу Своей методики Ну вот поговорим О обычном Классическом массаже Ну не знаю Мы в детстве Ну наверное каждый знает Такую поговорку Что ли Рельсы-рельсы Шпалы-шпалы Едет поезд запоздал И то у кого-то Из вагона сыпется горох У кого-то там приход Бегемоты У кого-то слоны Каждый по-разному Двигает кулачками И все Вот Каких-то техник Классических массажей Они ведь наверное тоже У каждого специалиста разные Или все-таки Есть какая-то Запатентованная техника Которая вот Мы вот точно знаем На протяжении Полутора часов Как мы будем Действовать руками Вообще манипуляции Ну в общем Так скажем Массажи делятся Это поглаживание Растирание Разминание Вибрационные Ударные И я еще добавляю Например Выжимание Их существует Тысячи вариаций Как этот прием Сделать Даже тут поглаживание Или любой другой А что такое выжимание Ну я не знаю Как вам сейчас выжимание Это лимфодренажная техника Выжимание сосудов Ну это что такое Оригинальным лимфозом Просто звучит так страшно Выжимание знаете Нет Очень даже приятная Расслабляющая техника В общем понятно Каждый Эту технику Может выполнить По своему Собственно говоря Да Все специалисты Да У каждого Я более того скажу Каждому клиенту Используем Разные техники Массажа Я понял Уважаемые слушатели На этом прямой эфир Живой темы Подошел к концу Я напомню Что в гостях у меня была Наталья Сергеевна Медведева Специалист по массажу Член российской лиги массажистов Человек который стремится К тому чтобы быть еще лучше Уверен У вас обязательно получится Ну и хочу передать привет всем водителям Которые долго сидят за рулем Вы обязательно должны разминать Заниматься спортом Вести активный образ жизни Чаще ходить к пассажистам Серега Левашов Тебе отдельный привет Мужу Дмитрию Медведеву Мужу Наталье Сергеевне Тоже большой привет Который сидит нас слушает Всегда поддержит свою жену Ну и хочется Наталье Сергеевне пожелать Меньше бесполезных звонков От мужчин Которые не понимают Что такое лечебный Спортивный Лимфодренажный Антицеллюлитный Общий массаж Ну и теперь Вам решающее слово Скажите пожалуйста Пару приветов И вообще слушателям Что-нибудь скажите Спасибо за внимание Следите за своим здоровьем Здоровым телем Здоровый дух Занимайтесь спортом Самое главное Самое главное Занимайтесь спортом А не хотите заниматься спортом Приходите к Наталье Сергеевне Медведеву И она обязательно Вам поможет В прямом эфире была живая тема Я же и ведущий Макс С вами не прощаюсь Желаю всем Хорошего окончания Рабочей пятницы Вечером услышимся Всем пока-пока Я целыми днями горю на работе Буквально кружусь волчком А мне б хотелось С какой-нибудь блонди По пляжу бежать босичком И мысль не глупая Вроде местами Что нас украшает труд А я мечтаю Что день тот настанет И клетку мою отопрут Скорее бы пятница Скорее бы пятница На нервной системе Трещатся платки, я как марафонец бегу А мне б хотелось с изящной мулаткой Играть бомбинтом на лугу Я как в карусели по кругу Катаюсь ногами, стригу газон И словно на острове необитаемом Жду тебя как Робинсон Ну где же ты, пятница? 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 Вот так и бегу я, сверкая пятками Остервенел, как Кощей А мне б хотелось двумя Отеатками в речке ловить лещей И если не вколоть в этой стае Скажут, парень не крут А я мечтаю, что день тот Настанет и клетку мою отопрут Скорей бы пятница Скорей бы пятница Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok